Коблевская Все тот же Кобле Наследил везде Молочинка Сейчас я вам портрет его покажу Так по рукам передадим красавцу мужчинку Держите, смотрите А? Томас Коблей Фома Кобле А за что же он здесь был одарован участком Зеледа Еще и в центре самой Одессы А за то, что с чумой быстро расправился Целый квартал был ему подарен И ограничил он сегодня улицами Коблевская с одной стороны С другой стороны Садовая там сад свой посадил Позже уже было все это застроено Перестроено С третьей стороны Торговая улица Там торговые лавки его находили Чтобы прибыль давала А четвертая улица Дворянская Потому что вот как раз такое время Интересное, период между правлением Решилье И перед тем как Лонжерон На это же место градоначальническое Стал Кобле занимал должность Городоначальника Одессы И был предводителем дворянства нашего города Вот вон Кобле, друзья мои Есть чем гордиться Хорош мужик? Хорош, правда же? Два метра роста Боже мой, шотландец А вырос где в Ливорно в Италии? Это вообще зной А вот это красавчик Это Решилье Посмотрите Это внук Практически Начатый племянник Внук кардинала Решилье Это тот Эмочка Решилье Как его называли в Одессе Который строил наш город Самый первый Самый любимый Городоначальник всех Передавайте Передавайте Пошу пройти А там вернете? Вот мы с вами Из центра города уехали Ну шо, мои дорогие одесситы Так как вам наш город? Супер Супер, да? А чего же я так говорю Одесситы? Потому что в Одессе Таки да Все приезжие Вы уже поняли Как заманивали сюда людей Очень просто Если человек смел И подписал Городскую думу Договор О том Что в течение Пяти лет Пяти Не испугаются Ни безводной пустыни Ни холеры Ни чумы Которые сюда привозили Частенько вместе с товаром Что будет жить И работать Во имя Государства российского Тогда, да? Вот Что будет готов Защитить эту землю В случае неприятности С оружием в руках Эти люди Вот так подумайте Отдаривались Участками Плодородной земли К этим участкам земли Мешками Пудами Зерном Для посева Пожалуйста Расти хлебушек Бесплатно Это за казенные деньги Бесплатно За казенные деньги Плодовые деревья Которые привозили Вы смотрите Персик Италия А вот абрикос Например Миндаль Это уже Азия Грецкий орех Тоже привозили Понятное дело Откуда Вот пожалуйста Рассаживай Высаживай Свои сады Так было Конечно При дерева Так было При решелье Потому что Первую Предложила Вести вот такие Хитрости Чтобы людей сюда Заманивать Екатерина Вторая От воинской Повинности Она одесситов Освобождала А вот сейчас В Славках у нас Продают Паспорт Одессита Это такой Проводничок Там вся информация О городе Фотографии красивые Но Шутка шуткой Каждой Шутки Доля шутки Все остальное Правда Говорят евреи Так вот Оказывается Что в те времена Был паспорт Одессита И по этому Паспорту Каждый Считался Свободным Человеком Вот Он одаривался Вот этими Всеми подарочками О которых я вам говорила Поэтому В Одессу И поехали В начале 19 века Вся Европа Которая была Замучена Семилетнюю Войной Пожалуйста Там они прессии Преследуй за религию А здесь пожалуйста Да Город православный Ты признаешь это И каждый Чтобы Какому бы богу Он не молился Он имел право Спасибо На свой молитвный центр Друзья Вот где-то еще Решилье у нас заблудился Тоже его сюда Давайте Внимание Сейчас Направо И налево Посмотрите С правой стороны Восточный стиль Это Вторая биржа Купеческая Вот он Главный вход Направо Смотрите Видите Шикарный вход А слева Гостиница Красная Или Бристоль Строили здание По проекту Итальянца Александра Берлордаци Вот это здание Биржи Куда потом Филармония Была перенесена После Великой Отечественной Строил так Чтобы третий купец Не слышал разговора Двух других То есть Волевая акустика Только избранные Знали Что внизу В подземном зале Где высота потолков 12 метров Есть три точки Откуда шикарно Слышится разговор Любой компании Сейчас уже Понятное дело При помощи Современной аппаратуры Все налажено Все в порядке Это уже не проблема Филармония Действительно По достоинству Заняла свое место Великолепный зал Очень красивый Очень красивый Потолок Все это деревянная Резьба по дереву Кобелены По сегодняшней Стариннейшие Сохранились Вот С левой стороны Сейчас стоите здания Которые обещают Одесситам Отреставрировать Это первый ломбард Официальный Сюда приносили Самые дорогие товары Купцы Спасибо Для того Чтобы получить Хоть какую-то местную валюту И купить быстренько Тот товар Который был нужен Чтобы он не ушел Из под рук Золотое дно Мы сейчас едем По улице Польска И вы помните То, что название В честь народности И национальности Которые жили В основном на этой улице Поляки первыми Начали выкупать Участки земли Поближе к порту Чтобы первыми Скупать за копейки Зерно У чумаков У бедяков И тут же Перепродавать Турку И греку Слева Терраса Красивая Сегодня светло Нам повезло Видите С левой стороны Это начало Улицы Дерибасовской Чтобы она Не ушла В воду Чтобы не осела Вот так Укрепляли берег Сейчас В таком вот виде Только ступени Шире Укрепляют Фонтан Территорию Большого фонтана Курортная зона С правой стороны Памятник Потемкинцам Заметили Это площадь Таможенная Это сердце Порта С правой стороны Заезд на таможню И поэтому У ворот Старинейшие Памятники Бюсты Дерибаса Слева Вы сейчас увидите А ближе к нам Деволан Его главный советчик Военный инженер Который Проектировал Одессу Проектировал Наш порт Вот видите Прямо С правой стороны С правой стороны Въезд на таможню И два бюста Дерибас И Деволан А памятник Потемкинцам Мы сегодня Были с вами На Потемкинской лестнице Елизаветинскую Она называлась Поначалу До событий 1905 года Когда в Одесский залив Зашел постующий Броненосец Потемкин Самый большой Военный корабль На юге России Создан был В Николаеве На палубе Матросы взяли Власть в свои руки И мечтали Что они передадут Власть одесситам Он тем говорила Что пикеты солдатские Были выставлены На всех подступах К порту Не только на лестнице А люди Желая помочь морякам Добили друг друга В этой вот толчье Когда судно Отошло из Отесы Так и не получив Подмоги В Одессе Быстренько Замыли все Крововые пятна И решили Навсегда поменять Название всех Улиц-переулков Лестница Елизаветинская Стала на века Потемкинской лестнице Вот сейчас Внимание Мы заезжаем На пассажирский мол А с левой стороны Потемкинская лестница Слева И отсюда снизу Видны только ступенечки Мы с вами говорили Смотрите Видите И отсюда снизу Она выглядит Как усеченная пирамида Понятное дело Кем она строилась Главу масонской ложи Самый главный Самый большой Мы с вами На пассажирском мол Под нами Транспортный мост Который ушел Вправо Видите Шесть километров Его длина На сегодняшний день Для того Чтобы трейлеры Уходили Груженные Вот туда вот Налево На переосыпь Либо наоборот Заезжали тоже Не убивая Нижнюю улицу Приморскую Седопор С правой стороны Контейнерный мол Сейчас у нас Будет экскурсия Об этом Обо всем Вам расскажут Но если Это я вас Очень прошу Мы спустимся вниз Продолжение следует